Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня мы посмотрим, что такое мод сезоны, как им пользоваться и чем его едят. Для начала, наверное, самый часто задаваемый вопрос, который может быть под этим видео. Где его взять, где его скачать? Никита, дай ссылку, дайте ссылку, где взять этот мод. Взять его можно прямо в модхабе игры, можно просто написать в поиске Seasons и он, собственно, появится. Соответственно, друзья, что он делает? Он добавляет, как ни странно, сезоны в игру, то есть здесь появляется весна, лето, осень и зима. Соответственно, меняется полностью концепция посевов и уборок, то есть весной мы сеем, осенью убираем, ну, в зависимости от культуры. Зимой идет снег, меняется погода, в общем-то, все меняется, добавляет некого реализма. Кому-то он может понравиться, кому-то нет, в общем-то, тут на любителя. И, в общем-то, давайте посмотрим, как им пользоваться. На клавиатуре можно вызвать меню мода нажатием клавиш Alt плюс S и мы попадаем вот в такое вот меню. На первой вкладке у нас расположен календарь. Здесь, друзья, можно посмотреть время посева, а также время уборки любой культуры. Соответственно, к модовым культурам это тоже относится, они здесь будут появляться. Сразу оговорюсь, мод сезоны работает не на всех картах, точнее он сможет запуститься, но карта должна быть обязательно заточена под мод сезоны автором, на ней должна быть снежная маска и все такое прочее. Если автор не предусмотрел поддержку модов сезонов, они будут работать, но будут работать очень криво. Но топовые карты, как правило, под них затачивают. Соответственно, каждый сезон у нас делится на три, не знаю, временных периода. То есть, вот весна делится на три промежутка. Ранняя весна, средняя весна и поздняя весна. У каждой культуры есть время определенной посадки и есть время уборки. Плюс слева мы видим температуру почвы, которая должна быть для посадки культуры. На главном экране в меню мы видим два термометра. Сверху у нас написано 11 градусов, это температура воздуха и 5 градусов, это температура почвы. Соответственно, если сейчас попытаться посадить хлопок, вот синеньким выделено, соответственно, 18 градусов ему требуется, то ни хрена у нас не получится, он не прорастет. Такая же вкладка была и в 17 ферме, в принципе, я думаю, вы все прекрасно знаете. На последней вкладке у нас настройки, соответственно, единицы измерения температуры выставляем как кому удобно, но мы не американцы, поэтому у нас Цельсий. Напоминание о сезонах, это табличка, которая будет выскакивать перед каждым сезоном, мол, пришла весна, пришла пора культивировать землю, бла-бла-бла, пришло лето, надо запасаться сеном, бла-бла-бла, пришла осень, пришла пора урожай собирать там и так далее, в общем-то. Я, в общем-то, это все дело отключаю, мне оно не надо. Далее продолжительность сезона, можно количество дней выставить, сколько будет длиться сезон. Опять-таки, 3 дней, да, 3 дней здесь написано. Это значит, что будет 1 день, одни игровые сутки, ранняя весна, потом 1 день среди середины весны и потом 1 день поздняя весна. Соответственно, если поставить, например, 6 дней, то будет 2 дня ранее, 2 дня середина и 2 дня поздняя весна. Соответственно, тут как кому удобно, но, скажем так, оптимальные настройки, которые были в 17-й ферме лично для меня, когда вот я упарывался этим делом. Я не имею в виду прохождение на канале по свапе, а когда я залипал сезонами, была продолжительность сезона 6 дней и постоянно включенное время на перемотке X15. Это лично вот для меня было удобнее всего, был именно хардкорчик такой. Надо было и успеть все засеять, и успеть все убрать. Играл я без перемоток, в общем-то, ну, если кому-то интересно, в общем-то, попробуйте с такими настройками. Далее настройка называется влажный урожай, включить-выключить, запрещать обмолот, когда влажность культуры выше 20%. То есть у вас прошел дождь, дождь закончился, культуры все еще влажные, вы не можете убирать поле. Поэтому ждете, пока высохнет. Это тоже добавляет хардкора, потому что осенью нужно будет выловить момент, когда можно будет убирать. Потому что дождь закончился, утром, вечером опять пойдет дождь. Дождь, кстати, довольно часто осенью здесь идет, и поэтому надо, в общем-то, успевать все убирать. Далее колеи на снегу, соответственно, я думаю, тут все понятно, будет ли транспорт оставлять следы. Для этого, правда, надо включить режим снега, причем не на один слой, а вообще его включить. Если один слой, то вроде как колеи оставаться не будут, или они вообще будут просто снег исчезать. Далее мы перенесемся на еще одну вкладку, которая называется экономика. Я иду не по порядку, потому что эти вкладки уже были в прошлых сезонах, они всем знакомы, поэтому пока мы посмотрим их. Здесь, соответственно, мы видим цены на культуры. На самом деле у меня они сейчас, я мотал два сезона, поэтому они у меня очень сильно сбились. Но если играть без перемоток, то, соответственно, цена на ячмень будет прыгать, там, я не знаю, зимой будет самая высокая, например, 700. А летом, когда он нахрен никому не нужен, будет самая низкая, там, под 300. В общем-то, от сезонов это все дело тоже зависит. У меня они выровнялись, потому что я накосячил, скажем так, перемотками. Далее, друзья, по новым вкладкам, которых не было в прошлых фермах, это прогноз погоды. Здесь он более детальный, ежели в 17 ферме, и, соответственно, очень подробно все дело расписано. Даже скорость ветра, не знаю, на что это влияет, может быть, при ветре будет сохнуть быстрее. Далее вкладка информация об урожае. Здесь мы видим устойчивость к заморозкам и устойчивость к засухе. Соответственно, как я уже говорил, вероятность того, что, не знаю, хлопок, посеянный в низкую температуру, прорастет, очень мала. Тут, кстати, немножко изменилась концепция роста растений. У нас не просто вот посеянное и растет, и все. Здесь есть посеянное, проросшее и зрелое. Соответственно, как только мы посеяли, оно является просто посеянным, и как только оно взойдет, оно уже переходит в стадию проросшее. Соответственно, у него будет больше устойчивость к заморозкам, если оно все-таки прорастет. Соответственно, уже зрелый урожай зерновых не имеет никакой устойчивости, как только первые заморозки, сразу можете про урожай забыть. Соответственно, можете здесь все изучить и из этого строить планы, когда, что и как. И последняя вкладка называется планировщик севооборота. Абсолютно новая вкладка, и данное меню является просто вашим планировщиком, вашим календарем. Суть севооборота вообще заключается в том, что для того, чтобы почва была, скажем так, в лучшем состоянии, чтобы урожая было как можно больше, и он был более качественный, все культуры садятся в определенные последовательности. Вроде как даже есть какая-то наука, научно это доказывающее. Простите за тавтологию. Фишка, в общем-то, в том, что если мы на одно поле будем постоянно сеять, например, соевые бобы. Вот, к примеру, я поставил, что будут расти соевые бобы. Всегда. То по планировщику мы видим, что первый урожай у нас будет самый высокий, потом он будет постоянно снижаться. Это, насколько я понимаю, коэффициент. Но если же мы будем это все дело как-то чередовать, например, посеем зерновые, они будут хорошо после бобовых расти. Потом, соответственно, не знаю, редьку посевную тоже хорошо после зерновой, масличные идут и так далее. В общем-то, все это дело нужно чередовать. Под парами это, я, честно говоря, пока не знаю, как это реализовано в игре, но суть в том, что это отсутствие какого-то урожая. То есть за землей нужно ухаживать за почвой, нужно обрабатывать ее от сорняков, удобрять и все такое, но никаких посевов там быть не должно. Насколько я почитал гугл, я понял, что это так. Насколько это реализовано в игре, я, честно, не знаю. Пока не тестировал, времени особо не было. Да и вообще в 19-ю ферму я, честно говоря, мало играю. Как-то пока она мне не заходит. Но не суть важна. В общем-то, здесь можно на 4 поля все это дело распланировать и примерно понимать, что делать дальше для того, чтобы урожаи были хорошие. Соответственно, теперь над каждым полем информация, которая появляется, мы можем смотреть, какой группы растения были посеяны в прошлом сезоне и в пазо-прошлом сезоне. Сделано это для того, что вот мы, например, купили 6 поле сегодня, новое, а играем мы уже ту его кучу дней, например. И мы же не следили, на самом деле, что здесь растет. Но вот по этой информации мы можем посмотреть, что предшественник был под парами, допустим. И через планировщик можем выбрать, какого типа культуры мы будем дальше сеять. Также, друзья, изменения в мире немножко касаются животных. Во-первых, если их не кормить, не поить, они сдохнут. И вы их потеряете. Во-вторых, места в кормушке у них стало намного меньше. Если раньше вам полностью забитой кормушки для животных хватало условно на 6 дней, то сейчас будет хватать всего лишь на 3. Так что за животными придется следить лучше. Опять-таки, летом нужно будет запасаться травой, сеном и так далее. Потому что зимой его будет брать негде. Хотя в магазине вроде как можно покупать тюки, но сами понимаете, это дорогое удовольствие. Далее, друзья, из тех изменений еще, что я заметил. Вот я, честно говоря, давно не заходил в 19-ю ферму. И не знаю, изменилось это уже давно в игре или это только с модом сезонов такая фича. Но фишка в том, что когда мы мотаем время, теперь более плавно у нас темнеет. Меня это очень сильно бесило в 19-й ферме. И, в общем-то, сейчас более плавные рассветы, закаты и так далее. Меня это, честно говоря, несказанно радует. Надеюсь, в игре это пофиксили. Это не фишка мода. Да, кстати, время рассвета и время заката тоже теперь изменено в зависимости от сезона. То есть, летом дни длиннее, зимой дни короче. Это вполне логично. Соответственно, друзья, зимой у нас также будут голые деревья. Осенью желтые, а летом, весной они, в общем-то, будут распускаться, цвести. И на ней будут листики. Это, опять-таки, должно быть прописано именно в карте. Я не знаю, насколько это нормально будет работать на стоковых картах. Но голые деревья, по крайней мере, я видел. Правда, выглядят они довольно-таки ущербно. А с листиками уже более-менее. Также, друзья, еще одно приятное нововведение, которое меня несказанно порадовало. Здесь появилась новая погода, а конкретно гроза. Соответственно, красивый гром звучит и сверкают молнии. Я не знаю, сейчас увидим мы это все дело или нет здесь. Но тучки такие, знаете, ну, в общем-то, симпатично все сделано. Звуки грома вполне себе реалистичные. Ну, мне нравится. Дождь, конечно, ущербно выглядит в этой игре, но с этим ничего не поделать. Также, друзья, по поводу погоды. Летом внезапно может пойти град. Град в прогнозе погоды отображаться не будет, потому что, вообще, как правило, это явление такое спонтанное. И я ни разу не видел, чтобы в прогнозе погоды был град. В игре, соответственно, тоже его в прогнозе не будет. Он будет внезапным. Ну, и, соответственно, друзья, зима. То, что стоит посмотреть. Соответственно, выпал снег. Дороги здесь расчищены на этой карте. Я не знаю, честно говоря, почему. Видимо, просто так сделана снежная маска. Но, скорее всего, снег дороги будет заметать. И их придется чистить. Для того, чтобы их чистить, есть специальная техника. Она тоже модовая. Поэтому советую вместе с этим модом ее ставить. В магазине она находится в разделе разное. Это вот Хауер, Сноу, что-то там. Честно говоря, не помню. Тоже есть в модхабе. Соответственно, две приблуды здесь дается. Отвал для расчистки дорог от снега. И, соответственно, хреновина, которая посыпает дороги солью, чтобы снег таял. Соответственно, соль тоже можно найти в магазине. В поддонах или... Нет, в больших мешках, по-моему. Да, дорожная соль. Вот ее можно купить. И, соответственно, на дороге разбрасывайте снег и можете по ним ездить. На этой карте просто снег на дороге не падает. Ну или, соответственно, простым отвалом можете этот самый снег сгребать, как вам нравится, и убирать его с дорог. Немножко варварским способом, но ладно. Все равно. Это надо будет наловчиться. Вот. Ну и, как видите, уже 8 утра, а все еще темно. Такой вот рассвет. Правда, почему он оранжевый, а не розовый, я хрен его знает. Как-то больше на закат похоже. В общем-то, друзья, вот такой вот мод. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы, которые могли у вас возникнуть относительно этого мода, и он оказался полезен. Если так, то не пожалейте, пожалуйста, лосика. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. У нас интересное прохождение. На данный момент свопа агро, и в 19 ферме потом она будет. И еще много чего интересного. Пишите свои комментарии. На этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok